МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем в довольно непривычном таком антураже, в перерыве всероссийской научной или научно-практической конференции, посвященной проблемам регионального управления. Региональное, я так понимаю, оно же федеральное. И беседуем мы одним из самых глубоких, на мой взгляд, экономических географов и исследователей социально-экономических процессов, происходящих в регионе, профессором Московского государственного университета, экспертом программы развития ООН и московского представительства международной организацией труда Натальей Васильевной Зубаревич. Добрый день, спасибо, что жертву и обеденным временем нашли все-таки возможность поговорить. И давайте мы, Наталья Васильевна, если вы не будете уважать, очень просто построим наше интервью или мое интервью с вами. Я слушал вот полтора часа назад буквально вы выступили с так называемым установочным докладом на пленарном заседании. Слово забавное, да, я тоже про себя это отметил. Ну, да, я некоторый момент просто вот себе черкнул, как вы видите, в блокнотик. И если вы не знаете, давайте вы их попробуйте прокомментировать. Ну, первое, что меня цепанул, вот чисто по-человечески, да, может быть, даже не столько как журналиста, ну нет, как журналиста, конечно, агломерации. Я помню начало 90-х годов, Щедровицкий-младший усиленно пропагандировал идею кластерного развития, то есть регионы у него тоже не совпадали с административным территориальным делением, что-то он там придумывал, это довольно было популярно. В Казани это многих насторожило. В Казани это многих насторожило, потому что тут же возник политический подтекст, а не будет ли перекройки границ, а сохранится ли национальная республика и так далее. Сейчас мы говорим об агломерациях и о макрорегионах. Говорим, что 12 макрорегионов будет в Российской Федерации, это, как говорится, основа, столпы, локомотивы, как угодно, развитие. Это вот база для нашего рывка в соответствии с майским указом президента Путина. И как только пошла речь об этих 12 макрорегионах, тоже в национальных республиках начались шепотки и вопросы. С вашей точки зрения, эти 12 макрорегионов, во-первых, почему 12? А если говорить об агломерациях 40, 15, 23... Давайте я вам все объясню. Давайте. И вам сразу полегчает. Ну, на самом деле, меня это напрягает. Натурально. Первое. Была поставлена задача написать стратегию пространственного развития, потому что смешно писать кучу стратегий внизу, не понимая, что ты делаешь в целом по стране. Второе. Эту задачу решала вполне себе профессиональная группа эконом-географов и экономистов, которая ни сном, ни духом про 40 агломераций не думала. И про 12 макрорегионов тоже. Это все были указявки сверху. Указявки сверху от лиц, принимающих решения. Что хотели показать географы, когда им, как называется, реанимировалась идея макрорегионов. То, что вы рассказываете, щедровицкие компании, это начало первой половины нулевых, когда они с этими макрорегионами проели плеш всем, потому что непонятно для чего, куда и как. Что сделали мои коллеги, экономика-географы? Когда тебя прессингом сверху давят, делай. Извините, вы входили в эту группу? Нет, конечно. Я экспертировала. Понятно. Я никаких стратегий не пишу. Я участвовала в стратегии, которая была 2012, потом 2020, и с тех пор завязала с этим делом. Понимаете? Да. Возраст дает некоторую мудрость. Правильно? Дальше. Когда было сказано, что макрорегионы – это маст, то есть обязаны делать, что сделали наши ребятки? У нас существуют с советских времен экономические районы, нормальные, спокойные, укропнения, которые как бы разработаны географической наукой, исходя из некого сходства регионов. Они взяли эти экономические районы и маленько их подробили. Из примерно бывших восьми, чуть-чуть перекомпоновав, сделали эти самые 12 или 13. Уже смешно, потому что когда стратегия была почти сделана, вот этот вот прибайкальский регион приказал долго жить, потому что решением высших властей вся забайкальская часть ушла к Дальнему Востоку. А сироту Казанскую и Иркутскую область одну оставлять уже как-то не очень. Поэтому вот эта легкость, с которой все это гуляет туда-сюда, уже должна вам сказать, что никакой серьезной подосновы под всем этим нет. Логика была, во всяком случае, так декларировалась, только в том, что соседские регионы, как-то сгруппированные, легче могут совместно решать инфраструктурные задачи. Что-то вот как-то вместе строить. Ну, то есть все-таки немножко кластеры. Кластеры – это другое, кластеры – это территории, в которых развивается группа производства. Но это не кластеры. Это именно макрорегионы и объединения. Кластеры – это другая история. Второе. Когда это было принято, и после того, как уже в процессе принятия там маленечко отрихтовалось, я бы как бы сразу сказала, а, денег на эти инфраструктурные проекты не будет. Нет, укропнять по этому формату никто не будет. Сумасшедших все-таки в России меньше, чем нам кажется. Потому что такое укропнение ничего кроме дефектов управленческих не принесет. Поэтому расслабьтесь и ждите следующих поправок в макрорегионы. Отлично. Но, тем не менее, выступая с докладом, вы сказали, что вот все-таки агломерации… Теперь агломерации. Это серьезно. Это, во-первых, серьезно. Потому что что такое агломерационные эффекты? Это эффект концентрации. При этом идет экономия на масштабе. Потому что на каждого человека, вы понимаете, да? И это обходится дешевле за счет концентрации. Но не только это. Это еще и разнообразие. Во всех разнообразных экономических структурах жизнь как-то поживее. Поэтому агломерации действительно могут тащить экономику вперед. Но страна у нас крупногородская. У нас, кто не знал, каждый пятый россиянин, даже 21%, живет в городах, миллионниках. К вашей теории о четырех Россиях мы вернемся, если позвольте, чуть попозже. Хорошо. Агломераций в России не так много, как кажется. Потому что есть два монстров. Один монстр под названием Московская столичная агломерация. Второй, как бы и примкнувший к ним Шипилов, полумонстр, сейчас гораздо меньше. Питерская агломерация, которая не охватывает даже всю Ленинградскую область, только ее западную часть. И, соответственно, города-миллионники, ну вот с зоной 30 километров максимум вокруг них, где или города, или такая плотная более сельская местность. У нас реально агломераций немного. Когда стартовала эта история, рассматривались города-миллионники. Помимо Москвы и Питера, их сейчас 13. Потом как-то стали смотреть чуть шире. Ну, Краснодар прет, он действительно хорошо развелся сейчас. Ну, его, не помню, с прирезкой или нет, но догнали его до миллиона. Ну, все время Казань так же прирезали. Все это немножко делали. Страна, в общем, живет по стандартным схемам. Это мы все знаем. И вот упор был на них с четким пониманием, что ресурсов мало, что эти города, им помощь основная, это поддержка развития их инфраструктуры, чтобы доехать легче там, чтобы городская среда формировалась быстрее. Вот. Но все в этой жизни меняется. Когда прошел процесс разработки стратегии пространственного развития, все-таки сказали, что 10 мал, у нас еще там Владивосток с Хабаровском геополитически важный. Их добавили. Стало 15. Потом стали думать, может, Краснодар. Но стало еще веселее. В исходнике было меньше 20. А потом начались звонки губернаторов. А как это у меня в регионе не назначена агломерация? И по согласованию власть продержащих на федеральном уровне с лоббизмом губернаторов, агломераций сделалось аж 40. Я бы советовала расслабиться и по этому поводу. На 40 таких территорий денег на поддержку инфраструктуры не хватит никогда. Подразумевается, наверное, что эти агломерации в состоянии будут сами генерировать прибыли. Да что вы говорите. Я только что рассказывала на этом уважаемом форуме, в каком финансовом положении находятся российские крупные города. Все налоги... Хорошо. Прекрасно. У нас создана система двухуровневой централизации. Когда то, что есть у регионов и можно забрать, забирается на федеральный уровень, там принимаются все решения, и потом денежка перераспределяется. Ровно такая же система создана внутри регионов. Все, что можно забрать на региональный уровень, а тебе город X будет трансферт, помощь. Вот возвращаясь к тому, что вы говорили в своем установочном докладе, вот именно к этой его части. Вы сказали, что на самом деле вот эти вот легкомысленные предложения о том, что надо, возможно, как-то избавиться от этой вот системы перераспределительного государства, это все на самом деле не так просто, потому что вот у нас есть пять регионов, которые реально кормят все остальные, да, и у нас есть два производственных сектора, которые более или менее, но нефтегазовый сектор, и отчасти сектор уже там белых воротничков, которые... Серые, да, сервисные экономики. Да, сервисные экономики, совершенно верно. И поэтому сказали вы, все это довольно сложно, да, и когда вы это говорили, я услышал за спиной чью-то реплику вопрос так себе под нос, молодой человек, но тем не менее внятно сказал, хм, а давайте привяжем взимание налогов к тем территориям, к тем точкам, где, собственно говоря, создается добавленная стоимость, и, может быть, вот эта вот сложная проблема снижения непрозрачной перераспределительности, она немножко упростится? Смотрите, если мы все налоги, например, нефтегазовые, оставим в нефтегазодобывающих регионах, то жирные коты станут жирными тиграми, да, а для перераспределения не останется ничего, потому что мы живем на нефтегазовую ренту. Второе. Вообще-то эту Тюменскую область строила вся страна в 60-х, 70-х. Как и КАМАЗ в Татарстане и так далее. И почему пользоваться потом этой рентной совершенно денюжкой должен только этот регион? Так что в части нефтегаза изъятие вот специального налога, он называется налог на добычу полезных ископаемых, правильно, рентные налоги должны централизоваться. Проблема в другом. Когда вы их централизовали и начинаете потом перераспределять, объясните, пожалуйста, как вы это делаете, не кулуарно. Наталья Васильевна, вы, в принципе, уже в начале нашей беседы все объяснили. Собрались ученые, составили некую схему зонального или территориального развития. А потом сверху сказали, как надо. Потом из условного ЦК КПСС, да. Мы даже знаем его фамилии. Ну вот видите как. Те, кто отвечал, как-то все то же самое. Второе. Есть компании, нет, да я доскажу этому человеку. Попытались это сделать. Это называется консолидированные группы налогоплательщиков. Это компании, которые должны зарегистрироваться как группа и должны распределять свою прибыль с учетом или стоимости основных фондов, или численности занятых на территориях. Что уже честнее, да. Что уже честнее. И тем не менее, как-то накидав в эти консолидированные группы еще хорошую плошку убыточных своих производств, минимизировав тем самым общий объем налога на прибыль, они тем не менее все равно умудряются вот как-то, как-то так, что от консолидированных групп налогоплательщиков 20% всех налогов оказывается в Москве. Там у них штаб-квартиры. Талантливые люди. В бизнесе в российском. Невероятно талантливые люди. Ну Беглов сейчас предпринимает с помощью Матвиенко, Валентины Ивановны, которая пока еще никуда не ушла, только ее пророчит. Переброску, прописку, вернее налоговую прописку в Санкт-Петербург, если не ошибаюсь, как минимум в части Газпромовских. Стоп. Все гораздо проще, чем окажется. Газпром нефть полностью уже сидит по Санкт-Петербургу. Газпром почти перебрался в Санкт-Петербург. Что планируют? Уже кукурузину построили. Платят они, да ну что вы. Они уже платят по Питеру, и Питеру уже подкинули неплохо налогооблабаемую базу. А обратимся к вещам более, может быть, приятным. Вы говорили, это, конечно, я здесь вот эмоционально, я очень вас поддерживаю, когда вы сказали, что вот живет народ последние там 4 года по принципу, ну я своими словами скажу, вы их не использовали, там гуляй рванину, пусть меня извинят. Два года нет, два года затягивал пояса, потом устал это делать. Да, да, вот этот вот такой бум потребительского кредитования, и банкам это интересно, они на этом зарабатывают, и все это идет. Закредитованность уже добирается до каких-то критических пределов, вы это назвали совершенно справедливо политическим пузырем, да? Нет, это пузырь кредитный, но он будет иметь политические последствия. Да, да, понятно, да, понятно. Но я хотел одну вещь уточнить. Вот смотрите, в этом доходы падают, констатируемые, да, последние 5 лет, а расходы последние там, условно говоря, 2 года взрывным образом начали расти. Не расходы, а потребление, розницы. Потребление, да. Маленькое уточнение. Мы же не можем сказать, какую долю вот в этом объеме увеличивающегося потребления занимают так называемые грязные деньги. Нет, конечно. Ну грязные, при чем здесь грязные? Ну как при чем? Неформальные заработки. Они все время в России есть. Да, да, да. Я хочу сказать, что вот бум потребительских расходов. За счет кредитов. Кредиты абсолютно прозрачные. Только за счет кредитов. Прежде всего. Обсчитаны. А откуда? У нас что выросли? То есть вся экономика не растет, а ее теневой сектор растет. Вот смотрите, сидит какой-то там буржуй у него за счет того, что он голову кому-то порезал, сундук с деньгами. Ему пришло в голову, что вот надо вот, пора тратиться, все, нечего тут. Нет такого? Нет, конечно. Во-первых, умные буржуи деньги выводят из России. Глупых буржуев давно уже не осталось. А то, что мы с вами видим... Вы хорошо о них думаете. Ну как вам сказать? Я думаю о них по-разному. Ну, уровень рациональности поведения бизнеса в среде несколько выше, чем среди населения. Это естественно, конечно. Это естественно. В противном случае этого бизнеса бы не было. Конечно. По определению. К вопросу о стратегии пространственного развития. Вернемся немножко опять на макроуровень, да, с моих там гнусных подозрений, что какие-то теневики там тратят большие деньги. Из-за этого показатель роста потребительских расходов возникает. К вопросу о стратегии пространственного развития, которая была писана, да потом была переписана. Я вообще читал этот документ. Я не знаю, насколько к тому времени... Проект я имею в виду. К тому времени, когда он мне попался в руки. Просто меня попросили участвовать в качестве там общественного... Описали в декабре 2018-го. Первый драфт распространили в конце июля, начале августа 2018-го. Ну, наверное, так где-то, да. Знаете, что меня как дилетанта удивило, да, если не сказать, не использовать более сильное выражение, каким образом люди умудрились написать стратегию пространственного развития, не изложив внятно, да там не внятные упоминания, насколько я помню, об этом даже нет, не изложив, а что, собственно говоря, мы хотим сделать-то? Понимаете? Это главный вопрос всей нашей жизни. Ни вы, ни я не понимаем, что сделать хочет наша власть. Ну, так тогда безо всяких звонков из условного ЦК эта стратегия ничего не стоила, если она показывает... Она фактически описывает сложившиеся связи, сложившиеся отраслевые моменты. Говорит, ага, вот эту кучку мы объединим вот в этот макрорегион. Она уже существует, эта кучка. Не соглашусь. Первое. Первое. Начну с того, что вы не увидели в ней самую страшную засаду. Ни агломерации 40 штук. Ну, денег не дадут, и все, да. Ни эти несчастные макрорегионы, от которых зря возбудились. Там самая страшная штука – это назначенные специализации регионов про будущее. Это не наши ребята эконом-географы, это сверху. Вот те, кто курирует, заставили прописать на 20 лет вперед, ну, на 15, специализацию регионов. Ты откуда знал, что в Калуге будет автопром? Наталья Васильевна, так может, у них там есть тайный госплан? Нет, тайного госплана нет, мозги неправильно устроены. Можно я просто скажу? Мозги унаследованы от госплановских времен, мозги лиц, находящихся около самых таких лиц, принимающих решения. 7 тысяч предприятий, которые были построены за два года индустриализации, да, 30-е годы прошлого века, Советский Союз. Это ведь результат планирования? Я не буду с вами спорить про дефекты и преимущества плановой экономики. Я напомню вам, какая часть России жила тогда в деревне, сколько строил труд. И дальше мы не говорим. Все заводы были куплены за зерно экспортировавшееся, 300 заводов было привезено из Штаты. Строили американцы, фирма Канна. И в это время был великий голод, что зерном оплачивали. Давайте не будем эту сторону, мы, Борис, не сойдемся. Я ведь не говорю о том, насколько индустриализация была гуманной. Я понимаю, чем она была обеспечена, какими людскими ресурсами, какими материальными. Вам нравится такая плановая экономика? Нет, 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 нет. Я говорю сейчас, хочу спросить вас о другом. По крайней мере, тогда руководство представляло, что необходимо сделать. Вот я об этом говорю. Сейчас мы пишем стратегию пространственного развития, не представляя, что нам нужно делать. Нам нужно возражать станкостроение или нет? Можно задать вам вопрос? Мы в какой экономике живем? Тогда была ранняя индустриальная экономика. Больше металла, больше тракторов, больше самолетов. Все. Сейчас мы живем в экономике, где выскакивают гуглы, амазоны, роботы и черти что, и сбоку бантик. Вы на 10 лет вперед вообще понять не можете, как она переформатируется. Поэтому самое идиотское – это назначать специализацию на 15 лет вперед. А ты что, уверен, что никто из другого бизнеса не придет и не проинвестирует в другое? Знаете, там какая засада-то основная? Что если парень, к тебе пришел бизнес, и инвестирует не ту в специализацию, которая прописана, тебе федеральной субсидии не будет на эту инвестицию. Вы с какого дуба упали? Вы откуда знаете, что будет после 25-го года? Что сделали наши мальчики? Вот чем, за что люблю Россию? Ты ее так, сяко, пока сяко все равно вывернется. И эксперты так же. Они прописали каждому региону, ну, против лома нет приема. Ну, резиной. Столько специализаций. Хотите – получите. Поэтому мы не знаем, что будет со страной в 25-х годах. Они не изобрели ничего нового, почитайте устав в любой коммерции. Ну, конечно, да. Оппортунизм классический. Да, вопросов никаких нет. Молодцы, я их очень уважаю. Все по теории, по практике. Насчет того, что мы не знаем, конечно, никто не возьмется предсказать, что будет там 10-15 лет спустя. Можно? Есть ответ. Тупой-тупой. Давайте. Сделай блюдечко с голубой каемочкой, чистенькое, с хорошими правилами игры, инвестируй в инфраструктуру, готовь людей, чтобы у тебя был человеческий капитал. А этот мерзкий бизнес, он подумает и куда-то придет, и будет конкуренция. К вопросу об инвестициях в инфраструктуру. Вы сами в этой лекции сказали, что вы летели сюда и со смехом прочитали, что такие высокоскоростные магистрали будут строить до Питера. Эффект по времени 1 час, да? Боюсь, что меньше. 3,45, ну, так примерно, да. Давайте мы с вами сделаем мхатовскую паузу. Минуточку, минуточку, вот я закончу. Да, извините. Это ведь инвестиции в инфраструктуру. Мы белых-то слонов наплодили кучу. Качество принятия решений по большим инфраструктурным проектам может быть относительно высоким. Только в том случае, если а. внятно считаются затраты и реальные выгоды, б. проводится публичное обсуждение этих историй. Когда решения принимаются кулуарно и под лоббистским воздействием, не ждите отдачи от инфраструктурных инвестиций государства. А, приговорили. Давайте будем заканчивать. Аккурат под Новый год 2012-30 декабря вы в ведомостях опубликовали статью под очень простым названием «Четыре России», да? И классифицировали, да, Россию больших городов, Россию малых и средних городов, территорий, которые... Русские периферии, периферии этничьи такие, слаборазвитых республик. Вы говорили о том в заключении, что вот если посмотреть, возникает такое коромысло политическое, да? Вы ведь предчувствовали кризис и говорили о том, что фактически статья о потенциале протестных регионов была. И это тоже, но и о развитии. Ну, понятно, да, и о развитии тоже. Вы отмечали, да, какие перетоки, где больше синих, где больше белых воротничков, где, как говорится, интеактуализируется производство. И закончили, вот я себе специально напечатал, да, нашел эту статью, перечитал ее. И закончили следующим, что вот это напоминает некое такое коромысло с двумя ведрами. 30% более образованного, модернизированного и 38% ну такого патриархального. И сказали вы, а, это дает нам, властям, вроде бы надежду, что они с кризисом справятся, потому что патриархально настроены, это бла-бла-бла, ну понятно все. Но, чрезвычайно примечательная с моей точки зрения, фраза от Натальи Васильевны Зубаревич. Однако, уходящий, специально опускаю номер года, напомнил всем про законы физики. Удельный вес мозгов выше. Раньше или позже, пишете вы, первая Россия перевесит. Вот. Вопрос заключения интервью. Раньше или позже. Еще не поздно? Это перевешивание будет идти всю первую половину 21 века раз. И оно замедляется сейчас довольно сильной утечкой мозгов из России. У людей одна жизнь. Они хотят ее прожить так, как им кажется правильно. Все равно это произойдет, но, увы, медленнее, чем я ожидала. Полагали тогда. Да. А рост иммиграции начался где-то с 13-14. Ну понятно. Все равно будет. Наталья Васильевна, я понимаю, я понял еще раз, что в России надо было жить долго. 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 Спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо вам. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это была программа «Акцент», и что мы беседовали с одним из самых глубоких, я повторю это с моей точки зрения, эконом-географов и исследователей региональных процессов в нашей стране, доктором наук, профессором МГУ Натальей Васильевной Зубаревич. Спасибо еще раз. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, телезрители уважаемые. До новых встреч.